Продолжение следует... 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 Знаете, для начала давайте поделимся, что такое вообще завет... Какими еще словами можно, синогимами использовать... Договор... Союз... Вы знаете, мы... Даже как бы сказать... Мы сами живем в этом мире... Постоян... Живем в состоянии различных договоренностей... Вот, например... С кем вы подписывали договор... Что вы будете переходить через улицу на зеленый свет? Не, ну вообще, как государство, чего вы ходите на зеленый цвет? Чего вы не ходите на красный? Вы свободные люди. Вы свободные люди, в свободной стране. Все на зеленый, а вы на красный. Почему вы так не ходите? Потому что правы. Так, потому что, во-первых, вас могут сбить. Да? Вы просто банально. Вы можете пострадать. Во-вторых, есть правила в этой стране. И мы, даже родившись, уже оказываемся подчиненными этим правилам, этим требованиям. Знаете, и даже если у вас горит красный, это зеленый цвет, или если не регулируют гребенский, где нет светофора, просто зебра изображена, то некоторые люди выглядят, как переходят через зебру. Посмотрели. Не, не смотрят, они вот так идут. То есть, или специально за тобой идут, или что-то телефон смотрит, показывая всем, что вы обязаны не уступить, потому что я на земле. А вы знаете, что по правилам дорожного движения, если вы так перейдете, пешеходную зебру перейдете, смотря куда или вверх, и вас собьют, то вы можете оказаться виновны. Знаете, почему? Потому что правило написано, что пешеход, прежде чем выйти на проезжую часть, зебра там, не зебра, какой-нибудь он себе не говорит, должен убедиться в безопасности. Если он не убедился, а прошел вот так, как некоторые входят, вот я не раз не видал эту картину, вот он идет, он показывает тем, что, ну, можешь на земле, ну, что так вы себе должны стать, вот он может оказаться в результате виноватым, даже если его и ввели. Понимаете? То есть, мы с вами вроде ни с кем договоров не подписывали, но в результате вынуждены им подчиняться. Или, например, вы походите к магазину, да, там очередь. Ну, сейчас, не знаю, какие-то магазины хочется делать. Я живу в данном рынке, у нас там есть очень замечательно открылся хлебный магазин, вот, где-то вот, наверное, может, меньше. Вот настолько хороший хлеб, что там всегда очередь, всегда. Вот, я к ним подхожу, говорю, что там очередь. Ну, вы себе пишите, думаете, чем очередь, чем очередь. Свободный человек, прошу сразу в бузочек и купите. Вы так сделаете? Нет. Почему? Вы же такой договор, когда подписываете, что вы будете стоять в очереди в этой стране? Да, в этой стране. То есть, первый раз могут еще из-за этого поругать, например, говоря. Но, самый план, то есть, мы понимаем, что в обществе есть определенные правила. Они могут быть как подписаны, так и не подписаны. Они как бы подразумеваются, да, и они связаны с сосуществованием. То есть, там, где есть хотя бы две личности, уже приходится договариваться о том, как мы взаимодействуем. Да, вот люди, когда живут в семье, вы в семье подписываете договора, там, как пользуются ванной, как пользоваться балетом, там, кухней, там, подписываете какие-то договора? Нет. У меня же время насти. Да. Но мы добиваемся, да, потому что сосуществование, пребывание рядом предполагает, что мы где-то можем учитывать друг друга, делать друг другу некомфортную жизнь. И поэтому мы договариваемся о комфорте. Поэтому человек постоянно находится в состоянии различных договоренностей, соглашений и так далее, устных или письменных. Поэтому в Священном Писании и забили о таких договоренностях. И поэтому, возвращаясь к своему вопросу, я хочу спросить вас, а был ли завет или договор между отцом и сыном? Конечно. И что он из себя этот договор представляет? Единственное, что он спасет людей. Да, несомненно. Вот мы читаем с вами Евангелие от Иоанна, 7-я глава, 4-й текст. Иисус в молитве говорит отцу. Открыл я людям на этой земле славу твою, исполни в том, что поручил ты мне. Иисус четко говорит, что у меня с отцом было соглашение. Что я пойду на эту землю и умеру за человеческий род. Да, что я люблю в своей жизни, в своей проповеди, в свои слова, в своих отношениях к людям твою славу. Да? И вот, пожалуйста, я любил и выполнил твое поручение. Потому что я помню, когда только пришел в церковь и читал Иоанна 3,16, думаю, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына. Я думаю, интересно, Сын хотел идти или не хотел. Я думаю, что он помнит свои эти вопросы. Продуктнадий, значит, отдал Сына. Не предполагается, спросил он Сына, не спросил, хочет, не хочет. А здесь, когда мы читаем другие тексты священного Царя, мы видим эту гармонию. Иисус говорит, Отец, я пришел, чтобы тебя прислали. Ты мне проучил. Когда мы тут проучили, я добровольно пришел, да, из любви, вот, для того, чтобы спасти человеческий род. Поэтому, мы видим, присутствует договоренность между Абдамом и Сыном в том числе. Они договариваются о госпитании человеческого рода. Следующий момент. Аддовый завет между Богом и Адамом, семьей Адама и Евы. Между ними был какой-то завет, какое-то соглашение. Что это, может, соглашение такое? И прекратился дерево. Ухаженный заставник. Вот, оношение, да, вот все, что мы упоминаем, это не только что-то одно из этого, а много раз дошли. Да, и мы читаем с вами Бития 2 глава 15-17 текст. То есть, заметьте, везде, где есть какие-то условия, предполагается, что есть какие-то что? Соглашение и договоренность. Да, вот, например, к вам пришли в гости, вы говорите, только здесь не садись. Ну, вы не можете сообщить, что у вас там немножко сломалось, садись. Может, вы не объясняете, ведь опасно, да? То есть, всегда, и уже предполагается, что у вас есть соглашение, что, хотя по этому дому, он может везде садиться, кроме этого слова, да? Вот Господь говорит, я вам, Адам и Евы, я вам предлагаю замечательные, комфортные условия. Это бизнес со мной, это общение с ангелами, это замечательный дом, вот. И вы сможете с радостью возделывать эту землю, она дает, выдавать им прекрасные воды и красивые цветы. Только единственное, что с дерева познания добра и зла, что не вкушать. Можете есть любое дерево. С дерева жизни, которое продлевает вашу жизнь, вкусные плоды, которые питают ваши организмы. То есть, мы видим с вами явное наличество и соглашение, договоренность, взаимодействие. И вот это соглашение, оно всегда имеет такую положительную цель, положительную задачу. Какие же договора Бог заключал с самыми разными людьми? Какими? Какими там Богом? Ну, и Авраам, израильский народ, Исаак. И, а, как мы видим, что Бог постоянно заключает такие договора взаимоотношений, да, вот. Чтобы люди могли сосуществовать, чтобы у них было благословение. И всегда в этих соглашениях присутствует что? Условие определенные. Мы с вами находимся ли мы с вами в завете Бога? Конечно. Заключает ли он со мной еще? Не с церковью, а лично со мной, лично с вами, завет, как вам кажется. А как вы в этот завет вступили? Ну, обычно, знаете, ну, негласный, даже не подписанный, как его все равно мы обсуждаем, да? Ну, как мы будем взаимодействовать, какие будут правила, условия. А вот иногда это письма, на которой мы ставим роспись, да? А вот в отношениях с Богом, вы вступили с Семьим Заветом. Как вы с Семьим Заветом вступили? Через Водик, Реши, Покаяния. Так, мы вступаем в Завет через вот эти замечательные слова, которые у нас записаны в Евангелии от Марка. 16 глава, 15-16 текст. И сказал он, идите по всему миру и проповедуйте благую вещь всему творению. Кто поверит и принит крещение, спасен будет, а кто не поверит, будет осужден. То есть, посредством чего мы вступаем в Завет? Двух моментов. Вера и крещение. Да, и если вера является выражением, да, внутренним наших взаимоотношений с Богом, вера это, вот и есть эти самые взаимоотношения с Богом, то крещение есть видимый знак приверженности нашей вот этим взаимоотношениям. Мы показываем, что Бог для нас важен, что взаимоотношения с ним нужны. Мы показываем крещение тем, что Он наш Искупитель и наш Спаситель. И так как это знак вступления в Завет, мы этот знак выполняем, да. И таким образом, как бы подписываемся, видимо, да, мы на бумаге, хотя и в церкви языка практика подписывают свидетельство веры, да, но в ближайшее время мы самим просто вот так не подписывали, да, это больше связано с большими церкви современной ситуацией. Вот, но мы видимый знак такой, да, перед крестницей, погружаясь в воды Завета. У каждого договора есть своя цель. Например, человек подписывает, скажем, такой-то город, связанный с арендой жилья, или там какого-то склада, да, вот, или какого-то помещения офисного. Для чего он это делает? Зачем он подписывает какие-то соглашения? Ну, несмотря на то, допустим, надо где-то жить, да, и он, целью него получить нормальное жилье, да, где-то, чтобы ему возможность переговору преклонить, да. На основании чего он находится в том или ином помещении. Не-не, я думаю, какая цель для него, цель сама, зачем он подписывает, он хочет получить возможность, да, приведет, результат иметь. В результате он будет иметь место, где сможет жить. Или он сможет хранить вещи какие-то свои, склад какой-то сделать, или еще что-то, да, или магазин открыть. То есть у каждого соглашения есть своя цель. Вы, когда в семье живете, в семье за магистрами о чем-то договариваете. Зачем вы это говорите? Чтобы было в разы. Ну, всем комфортно было, да, в конце концов. Потому что если кто-то, там, скажем, что-то оставляет и помыкнет посуду, ну, всем неприятно, да, и кто-то же должен это сделать. Это может стать результатом конфликта, да, вот. Что часто бывает, вот иногда всеми, где дети подрастают, да, мы замечаем, что надо им объяснять, что надо за собой хайлку мыть. Но результат такой, мы хотим, чтобы мир был, мы хотим, чтобы комфорт был, мы хотим, чтобы гигиена была, да, то есть у нас есть цель. Это не просто договор от договора, да, вот. Кстати, как ударение, правильно? Договор от договора? Договор. Договор, да. Хорошо, спасибо. И вот смотрите, когда мы говорим с вами о завете между Богом и человеком, а у него какая цель этого завета? Значит, какая это цель? Для чего Бог предлагает человеку новое завете? Вот зачем вам нужен новый завет? Зачем вы его? Зачем вы подписались при них в хрещении? Какая цель этого завета? У вашего соглашения с Богом? Господь им право действовать наше хитрость. Чтобы спастись. Так, чтобы спастись. Чтобы вы почитали себя мертвыми для греха живут. Так, чтобы остаться с грехом, да, вот, и жить. То есть, вообще, на самом деле, много, много различных выгодных моментов, моментов, связанных с подписанием этого завета. Самый главный, конечно, из них, это восстановление, во-первых, взаимоотношений с Богом утраченных, да, завет дает нам возможность восстановить эти взаимоотношения. И второй момент, очень важный, это то, что мы спасаемся. Наверное, это то, ради чего мы можем включить, взаимоотношения включить этого спекта спасения. Потому что восстанавливая отношения, Бог спасает нас. А поэтому написано, кто будет веровать и креститься, спасен будет. То есть, главная задача, почему Бог инициирует завет, он хочет спасти человека. Он хочет вернуть нас в отчий дом. Он хочет быть с нами. Он хочет поддерживать нас в нашем жизненном пути. Поэтому завет, завета масса положительных преимуществ, как результат его подписания, да. Пусть мы в жизнь вечную наследуем, и возвращаемся в отчий дом, и всю вечность будем благодарны Богу, да, за вот дар жизни, за удивительное общение с ними, со спасенными, за мир, который можно познавать, за радость, которую будет наполнять сердца в нашем протяжении всей вечности. Поэтому завета множество преимуществ. Это как цель, которую Бог ставит перед нами. Вот в послании Римлянного апостола Павла очень красиво пишет, да. И так, оправдавшись верою, мы имеем, что мир с Богом. Ну, как вам кажется, в любом завете, соглашении, какая сторона самая сложная, какая часть самая сложная? В любом завете. Самое сложное – это условия завета, конечно. Это условия завета. Иногда эти условия завета очень-очень простые. Например, не хочешь оказаться под машиной, переходи дорогу на зеленый свет. Да? Вот. То есть простое правило. Витку его соблюдать? Кто из вас переходит на красный? Да-да. Вообще никогда? Нет, бывает. 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 Ну да, пришел, ты стоишь, дарит красный свет, ни одной машины, кустая улица, и ты понимаешь, что такой смысл, это бессмысленно, да, стоять и ты переходишь. Хотя вроде бы не должен по соглашению, которое существует там внутри, переходить через снег. Это, конечно, незаконный действий персидский, но я о чем говорил просто, что есть какие-то простые соглашения, мы стоим, мы можем перейти, а можем не перейти. В принципе, это большой проблемой для нас что? Не составит. Есть соглашения, которые, ну, чутко, чутко выделки не стоит, да? Например, вы знаете, что вот несколько миллионов наших граждан уехало в Европу. Знаете, какие-нибудь интересные ситуации, несколько, например, в Германии, где я интересовался. Когда они там приехали, то немцы оказали очень большую помощь. То есть они принимают людей, они оплачивают проживание, они дают пособие, вот, и даже можно продукты брать. То есть, в принципе, человек может находиться и полностью будет человекоспеченным. Вот, но, знаете, украинцы, они же не могут просто сидеть, они же должны работать. И они начинают искать работу. Но вот здесь, здесь момент следующее, здесь вступает другое правило. То есть, если вы приехали и не работаете, вам платят пособие, и, допустим, пособие определенное, 300 евро, допустим. Да? Но вы захотели больше. Вы знаете, что это может заработать. И, одновременно, если бросились в другое, но там другие правила уже действуют. Если вы начинаете работать, тогда вас снимают пособие и оплаты в квартире. То есть, вы зарабатываете средства, вот, и потом вы сами себе оплачиваете и квартиру, и коммунальные, и питание. И некоторые параметры обнаружили, что в результате они получают столько же, сколько, когда получают пособие. И, вы знаете, количество тех, которые захотели вернуться, стало очень дошим. Все люди сначала сразу думали, вот здесь мы можем не остаться, даже здесь комфортно, но были столкнулись с тем, что ты не можешь там развиваться, потому что все. Есть такие правила, тебе проще пособие получать, а ну и небольшое, это сравнительно, для такой жизни, чтобы как-то развиваться. Ну, чтобы жить там хватит, знаете, как пенсия небольшая, да, хватит, ну, протянуть как-то. Но вот, чтобы развиваться, ты не сможешь. Потому что если ты транспорт купил, или туда поехать, ты уже не сможешь. Ты должен работать. То есть, если ты работаешь, ты выходишь опять на то же самое. То есть, невыгодные условия, и люди возвращаются в тренинг. Ну, главная проблема, конечно, почему, это язык. Если ты язык знаешь, чем лучше знаешь язык, тем лучше, тем более лучше работу ты получаешь. Тогда выгодно, конечно. Но сколько людей уже в старшей возрасте могут освоить новый язык? Ну, не всем их подойдутся. Я вам скажу, единицы справляются хорошо. Поэтому количество тех, которые хотят вернуться, увеличивать. Именно из-за того, что люди не могут освоить язык в стране, в которой они находятся. То есть, немецкий еще не шло, а вот куда взять некоторые территории, где вообще языки входят в разряд одних из самых сложных языков в мире. В Пендецке, например, он входит, по сути, или кажется, в пятерку самых сложных вместе с китайцами. Языков, которые для изучения очень сложные. И поэтому условия не выйдут. И вот, когда мы с вами говорим об условиях Завета, да, мы говорим, Бог определил очень хороший Завет с очень хорошей целью, с хорошими результатами. Как вам кажется, а каковы условия, чтобы этот Завет сработал? Что с нашей стороны должно быть выполнено, чтобы этот Завет принес результат? Замечательный новый Завет между Богом и человеком. Что должно быть выполнено? Какие условия Завета? Согласия. Ну, первое. Первое основное условие, единственное, да, это моральное условие. Да, это моральное состояние человека. Каково же оно заключило? Мы читаем с вами Евангелие от Матфея, пятая глава и сорок восьмой текст. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Дальше. Первое Петра, первая глава, пятнадцатый, шестнадцатый текст. Свят, призвавший вас. Будьте же и вы подобны ему святы во всем, что вы не делали вы. В Писании так и говорится. Будьте святы, ибо свят я. И так, для того, чтобы войти в вечность, чтобы сработали условия завета, чтобы мы были спасены, чтобы мы могли иметь Божие благословения, мы должны быть какими? Праведными, святыми и совершенными. И не просто частичными, а полностью, абсолютно праведными, абсолютно святыми и абсолютно совершенными. Кто из живших на Земле когда-нибудь напомним, таким обладает? Именно из людей? Из людей. Из людей. Ни один? Нет? Ни один человек. Абсолютным совершенством не обладает. Почему? По той причине, что человек имеет проблему с греховной природой. И она именно, в отличие от греховной периоды, влияет на то, что мы совершаем неправильные поступки, у нас возникают неверные мысли, мотивы, не те слова и не те действия. Никогда не было такого человека, который бы в глазах закона Божьего был абсолютно безгрешен. Это неправильное, неправильное совершенное. Это четкий библейский текст. Поэтому, в принципе, ничего сложного. Если у тебя условия, то это ничего сложного. Вот совершенно не найдешь. Что за сложное? Давайте представим себе, что вы так посидели и подумали, ну так, в принципе, надо быть с понедельника начать. Буду хорошим человеком. Завтра выходной, буду обучение, как сегодня, а вот с понедельника буду хороший. Хороший для вас это какой? Вот хороший такой. Как вы говорите, ставить хорошего. А меня отлично все это жизнерадостный человек. Жизнерадостный человек, он показывает, что он действительно смотрит на жизнь позитивно, он имеет сердце. Радость, мир, надежду, он оптимистичен. Во многих, у меня тогда даже, когда трагедия произошла, человек, который выстроен положительно, он может других поддержать, да? Увлечить, показать, что есть убеждая, есть будущая. Это же не радостный человек. Какого он сейчас человек? Хороший человек, это какой? Каким вы будете ставить? Помогающим людям. Доброжелательный. Доброжелательный. Нежный. Трудолюбивый. Ответственный. Любящий. Замечательный просто. Вот когда вы с понедельника начнете, вечером ваши родственники и соседи скажете, ну такое хорошее. Просто нас так повезло в жизни. Попробуем? Как будет? Насколько нас хватит? Я думаю, мы уже пробуем. Я думаю, мы уже пробуем. Пока не наступят на любимый мозоль, да? Как только наступят, ну куда-то вся наша правильность, когда солнце в своей книге, да? Вот, то есть, за шею нет, солнце за шею нет росы, да? То есть, парилось. Вот так и правильность наших людей, как запачканные надежды, да? И так, когда мы говорим об условиях Божьего Завета, чтобы спастись, какие требования? А требования невыполнимые. То есть, вы понимаете? Невозможно исполнить эти требования Божьего Закона. Эти требования Божьего Завета. Их невозможно исполнить. Это, представьте себе, это вы сейчас пойдете и скажете, хочу себе снять дом. Пойдете, подпишите какое-то соглашение, там, дом будет, который нужно в месяц по тысячу долларов за него платить. И вот у вас будет теперь такой хороший дом. Сколько вы там проживете в том доме? А что вы думаете? Я не проживаю. Я думаю, я думаю, что-то всегда можно залог. На месяц в север. Ну, может, на месяц вы где-то соберете, но долго вы же там не будете, да? То есть, это соглашение, которое вы не можете исполнить, да? Раз уж если у вас такая захвата, которая может позволить вам такую сумму выплачивать, да? Или пенсия такая большая. Или кто-то нам там присылает в конверте какую-то сумму. То есть, это Божий Завет, это соглашение, которое невозможно исполнить. Тогда зачем вы подписали соглашение, которое вы можете исполнить? Зачем вы приняли крещение, если вы не можете выполнить условия этого Завета? Как вы собираетесь его выполнять? Как бы мы с понедельника ни старались, мы в понедельник проходимся и сразу виновны будем. И уже лишимся спасения. Как нам спастись тогда? И вот как Бог решает проблему этого Завета? Как Он делает возможным для нас с вами наследовать жизнь вечной? И быть уверенными, что Бог с нами. И что Он хранитель идет в нас. Это все результаты Завета. Как Бог решает эту проблему? Как вам кажется? Спасибо за Христа. Мы читаем с вами послание апостола Павла Евгения. Третья глава, 23-24 тексты. Все согнешили ведь, и славу Божию лишены, оправдываются без послуг только Его благодать через искупление во Христе Иисусе. Иоанна 36. Кто верит в Сына, тот вечную жизнь наследует. То есть, заметьте, оказывается, на самом деле, кто удовлетворяет условия Завета? Мы не можем. Кто это сделал? Исусе. Мы виновны. Он берет на себя эту вину, идет на крест и умирает, чтобы прощать нас. Теперь Он взял на себя. Теперь Он может нас оправдать. Мы бессильны. Он дает нам силу. У нас нет чистоты, святости и праведности. Он говорит, возьмите мою. Как подарок. Да? Да? То есть, Он дает нам Свою праведность, Свою чистоту и святость. И Отец смотрит на нас и говорит, да, где есть грешники? Они видны их. Почему? Потому что в сердцах от наших Иисусов. Потому что в сердцах от наших Его Святой Духа. И поэтому оправданы мы верой во Христа Иисуса. Оправданы упованием и надеждой на Него. Поэтому Писание говорит, кто веровать будет и креститься, спасет вам будет. А кто не будет веровать и сможет спасти. Вот это все наше спасение. Как выполнить нам условия завета? Как Вы его выполняете? Вы выполняете условия? Вы веруете? Да. Мы продолжаем верить во Христа. Это вот так мы выполняем условия завета. Это все, что мы можем. Понимаете? На самом деле, что мы можем добавить в то, что Иисус сделал для нас? К этому дару. Понимаете, одно то же, что Он говорит. Он говорит, вот Вам прекрасные хоромы. Стоит на Него сколько? Вы за волны? Я уже заплатил. Я говорю, вот прекрасно. Вот так Христос говорит, я дарю Тебе вечницу. Он говорит, Боже, а что у нас делать? Он говорит, совершенство. Он говорит, у нас нет совершенства. Он говорит, я уже подарю Тебе свое совершенство. То есть, таким образом, Бог решает проблему человеческой нужды спасения. Поэтому, Он меняет нам не абсолютную правильность и абсолютную силятость. В Иисусе мы теперь отвечаем всем требованиям Божьего закона. Ну, тогда возникает законный вопрос. Если это подарок Божий, если это дар, если спасение уже совершилось, мы доброе прописание уже заработаем, будем спасены, тогда зачем такие все разговоры о молитве, о чтении Священного Писания, о добрых делах, о ферминировании христианского характера. Зачем это все нужно, если мы уже поверили спасены? Если Христос уже выполнил условия завета, зачем мы об этом говорим с вами? Не надо ничем спасением добавлять, мы уже спасены вернем. Зачем нам молиться, читать Писание, предостерегая, муковаривая, изучать Библию, да? Говорим о том, что важно, Сын, твои добрые дела, не только просто христиан, делать добрые дела. Это и важно еще, да? Почему мы об этом говорим? Потому что есть решение стараться. А зачем именно стараться, совершенствовать? Нужно спасение. Да, это очень важный вопрос. Что мы еще с вами, извините, не в царстве Божьей. Мы еще на земле, на которой идет война. И не только буквально, как в нашей стране. Но война, в которой шесть тысяч лет есть. Когда сатана пытается уничтожить детей Божьих. Пытается увлечь их на сторону врага. Очень четко об этом пишет апостол Петр в 5 главе и 8 тексте. Будьте призвым умом и бодрствующим. Враг ваш дьявол ходит вокруг вас, как рыпающий веру, и ищет жертву свою. Вы понимаете? На самом деле, то спасение, которое Бог нам приобрел, тот завет, который Иисус оплатил, он может быть похищен у нас тогда, когда у нас будет похищена наша вера. А вера это что такое? Это взаимоотношения между Богом и человеком. Поэтому главная задача, которую ставит перед собой сатана, это разделить нас во взаимоотношении с Богом. А как эти взаимоотношения строятся? Посредством чего? Молитвы, когда мы говорим. Зречение Писания, когда Бог говорит. Это служение, которое мы совершаем для людей. Потому что служение должен, Бог открывается нам, да? И мы обнаружим и слабые стороны свои. Где ты еще увидишь свои слабости, как не выполняя какое-то служение? Знаете, как... Наш президент тоже речь не ругает. Ну, любого здесь не ругает. Потому что, знаете, это такая божья партия, которая по-другому все видит и так далее. И по-насу, когда он говорит, я совершил много ошибок. Важно, чтобы фатально их не совершить. Да, ну, представительство, да? А вот, я не слушал, что он Буфель в постсетапе прочитал, да? Важно, чтобы фатально их не совершил. Где мы еще можем обнаружить свои слабости, как не совершая служение? Когда мы служим, тогда мы раздавали, когда мы пойти. Знаете, какая самая была сложная ситуация? Остаться терпеливыми. Остаться любящими. Когда люди ломали заборы. Когда обзывали, что вы себе присвоили наши пайки и так далее. И остаться спокойным, добрым и вежливым. Я знал, что для многих это было большое испытание для их веры и для их христианской стойкости. Так, поэтому все это, это лишь Божие средства для укрепления вот этой веры взаимоотношений здесь с Богом. Поэтому, как пишет апостол Павел, возьмите Божие всеоружения, да? Чтобы противостоять сатане и его попыткам разлучить нас с Господом. Сатана делает все возможное, чтобы разделить нас с Отцом. И, вот такой историй мне интересно рассказать. В 19 веке на севере Алабамы в США рыгалась девочка. Маленькая девочка. Она уже рыгалась в этот мир, и родители поняли, что она будет очень жутко. Она такая жила, была очень довольник, как просто энергичный маленький ребенок. И где-то в год она заболела. Это была тяжелость, я не помню, простудная или какая болезнь была. И было настолько тяжелое состояние ее было, что в какой-то момент врач даже порекомендовал, что при какие-то попрощались с ребенком. Что она может не выжить. Но она выжила. Но как последствия ее болезни она ослепла и от Бога полностью. И как она потом рассказывала впоследствии, она говорит, для меня просто... Знаете, год это, что ты еще не помнишь ничего, да? Ну, во сколько себя человек помнит обычно? Ну, какому вы себя помните? Ну, самое раннее всегда считалось три года, когда человек себя может еще вспомнить. Да. Ну, уже доказано, что они немножко раньше есть. Два с чем-то года были случаи, потому что эксперименты проводили, когда детей играли не в игры. Два с чем-то года. А потом через шесть лет опять, изожили в ту же игру сыграть, дети помнили правила. То есть... Какие-то моменты. Да, какие-то моменты, нюансы какие-то. Ну, в среднем это три года, считайте. Когда человек может всегда помнить себя. То есть, если ей год бы она себя не помнила, она помнит себя уже во мраке. И она понимала, что что-то вокруг происходит. Она понимала, что те, кто к ней прикасаются и заботятся о ней, они как-то между собой взаимодействуют. Почему она определила это? Она брала пальчиками, трогала губы родителей и видела, что губы двигаются. И она понимала, что они губами что-то делают и таким образом взаимодействуют. И она тоже пробовала губами что-то делать и ничего не помогало. И это настолько ее выводило из себя, что где-то к шести годам просто уже даже двинями не могли с ней справиться. Вот. И в этот период времени к ней приезжает заботиться о ней девушка. Она была на 14 лет в ее старшем. И ей было где-то 20 лет. Это девушка, которая была знакома с работой с такими людьми. И вот она начинает с ней заниматься. И в результате вот это вот Хеллен Келлер, Акань, получает высшее образование и становится писательным. Не имея ни зрения, ни слуха. Вопрос к вам. Как можно научить человека, который не слышит и не видит? Можно себе представить. Но остается прикосновение. А, не видит, не слышит, но есть прикосновение. Как через прикосновение можно научить? Тоже не представляете. Я тоже не знал, пока не прочитал эту историю. Ну, а лучше же не объяснить, как ей пользоваться. Тут даже нам свои видящие надо объяснить, как... Что если там брали пользоваться, а тут слепой человек не бухой, да? Так вот, смотрите, как у меня есть интересы. Она дала ей куколку, пришла в такую куклу, дала ей куколку и постучала ей по ладошке. А та рассмеяла и думала, что она так себе играет. Она подвела ее к фонтанчику, поставила ее под фонтан и постучала в другую дробь. Потом к цветочку третью дробь. И ребенок говорит, я поняла, что у каждого предмета есть свое имя. И это имя можно постучать. И вот так она начала знакомиться с миром. Вот. И так постепенно, постепенно, ее алфейм не думал с твоими зрителями. Она больше слов расширился. Понимание предметов. Она уже могла объяснить, хочу еду, хочу цветок, хочу помыться. Потом, когда она начала углублять ее понимание различных аспектов и самоотношений, она обучила ее шрифт убрали. Вот. И она начала понимать. И так постепенно, постепенно, она и математику начала изучать, и все остальное. И человек получил образование и стал писать, не имея слуха и зрения. Я уже несколько раз спрашивал, еще раз спрашивал. Какой у человека орган есть, которым можно понять Бога? Понять Его Царство, понять принципы Законов Божьих, воли Божьей. Какой у нас Бог будет здесь? А? Нет. Скажи, что? Я вам скажу, еще раз так пожалую. Нету орган. Но нет. Иисус сказал так. Если не родишься от Святого Духа, Царства Божьего не поймешь. Понимаете, в чем момент очень важный? Что если Бог нам не расскажет о себе, мы о Нем ничего не узнаем. Если Он нам не объяснит, что такое добро и зло, мы этого не поймем. Почему не поймем? Потому что природа Царства Божьего, она какая? Она любящая. Она самопожертвована. А человек такой по своей природе? Эгоистский человек. То есть, кто абсолютно не понимает, что один другого не понимает. Бог о любви, а у нас любовь это что? Это то, чтобы в конце концов выходить к нам. Да, мы даже иногда хотим доброе сделать, но все равно где-то, внимательно присмотримся к себе, там всегда какой-то эгоизм присутствует. Даже наши лучшие поступки. Поэтому мы не можем на свои дела надеяться. И, Господи, спаси меня, потому что я много добрых дел, я много хороших дел. Но не только эгоизм, потому что ты просто об этом рассказывал. Совершенно верно. Совершенно верно, да. Поэтому вот в чем проблема, да. И органа такого нет. И поэтому Бог должен что делать? Находить какой-то язык, да, которому Он может до нас достучаться. И вот таким голосом Божьим к нам становится Святой Дух. Если вы хотите понять Бога, если хотите понять Его Царство, если хотите пережить взаимоотношения с Иисусом, потому что христианство – это больше, чем знание. Христианство – это личные опыты, личные взаимоотношения, когда Дух всегда входит в твое сознание, в твой разум, когда Он влияет на твои мотивы, на твои чувства, да. Поэтому мы говорим с вами, что таким образом, посредством молитвы, когда мы позволяем Богу действовать на нас, изучение Его Слова, когда мы позволяем говорить Ему к нам, обстоятельства жизни, когда мы служим, Бог достукивается до нашего сознания. Понимаете? Поэтому, заключив с Богом завет, мы должны, как в Тописании говорит, такие слова, 1 Петра 5-8, «Будьте трезвы умом и бодрствуйте». Да? То есть, понимаете, что мы, вот как слепые духи, если Бог отберет от нас своего Святого Духа, если мы перестанем верить, мы будем, как этот мир. Идут не зная куда, борются не зная за что, стремятся непонятно к чему, зарабатывают непонятно для чего, живут не зная, зачем нам нужна эта жизнь. Понимаете? Мы утрачиваем всякий смысл. И только когда Бог касается нашего сердца, нашего разума, мы обретаем и смысл вашей жизни, и ценность ее, и цель ее видим, да? И результат ее. И тогда исполняются вот такие замечательные слова, которые есть на границах Священного Писания. Исайя 30-21. «И уши твои будут слышать слово, говорящие позади тебя. Вот путь, идите по нему, если бы вы уклонились направо, или если бы вы уклонились налево». Да? То есть, что такое для нас свои молитвы? Зачем они писали? Это не зарабатываем. Добрые дела, это не зарабатываем. Спасение, оно уже заработано Христовым. Это лишь построение спасительных отношений, когда бы Бог мог говорить, а мы могли бы что? Слышать. Или притча 3 глава 5-6 текст. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой во всех путях твоих. Познавай Его, и Он направит все эти твои». Познавай Его, и Он покажет тебе, какую дорогу идти, как решать о жизненной ситуации, для одаревателя, который возникает, какого прозвища от которого возникает. Он будет в твоих других родителей и на старых. Поэтому давайте будем вот благодарить Бога, прежде всего, за замечательный завет, который Он нам предложил. Очень благословен, с хорошим результатом. Будем благодарить Его за то, что Он сам в выполнении свой завет. Давайте благодарить Его за то, что Он готов поддерживать нас, чтобы мы оставались в этом завете, укрепляя нашу веру, воспитывая зрелых людей, влияющих в нем, которых уже никакие испытания и трудности не смогут поколебать. Потому что Он взял вас за руку, и Он нас обязательно доведет до той вечности, которую Он нам приготовил. Ему за все такую славу. Аминь. 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 Спасибо вам. Очень милосердный, добрый Господь. Мы благодарим Тебя, что нас, Господь, духовно слепых и глухих Ты нашел в этом мире. Благодарим, что свет Евангелия высиял со Своей священного Писания. Благодарим за нашего Спасителя Иисуса, Который пришел в этот мир и сообщил нам о Динной любви Твоей к нам, о Твоем желании подарить нам спасение, вернуть на свой чадок. Мы благодарим, Господи, что то, что мы не могли бы никогда оплатить, Ты, Боже, взял на себя. Ты понес нашу вину, наш грех, наши болезни и немощи и умер вместо нас, чтобы сегодня благословить нас, чтобы простить, помиловать нас, чтобы дать нам все необходимое для жизни и благочестий. Сегодня Ты рядом с нами Своим Святым Духом, меняя наше сознание, направляя, руководя нашу жизнь, помогая нам подняться, когда мы ошибаемся, наставляя и разумляя в наших несовершенствах. Ты все покрываешь Своей милостью и Ты взращиваешь в нашу веру, надежду в Тебя. Поэтому благослови, чтобы мы осознавали, что враг ходит рядом, что он желает даже спасенных, те, кто подписали с Богом завет, лишить этого завета. Господи, дай нам, понимая этого, строить с Тобой живые отношения, не пренебрегать ни молитвой, ни изучением слова, ни служением, чтобы мы могли разносторонне развиваться, укрепляться в Тебе, чтобы были сильные, на всякое доброе дело. Прибудь с каждым из нас, с нашими ближними, молим еще раз за нашу страну, за мир, в ней, Господь, и за все славяное благословение через Господа и Спасителя Иисуса. Аминь.